Валентина Васильевна, расскажите, пожалуйста, нам, новичкам, с чего начинать свои первые шаги в скандинавской ходьбе? Первые шаги надо начинать с того, что определиться, как ставить ногу, как ставить палку и как двигаться. Вот вы ставите правую, а левую палочку напротив и пошли вперед. Для меня эти шаги, пусть пока и без палок, первые. А Валентина Чижова – спортсменка со стажем. Ей 73. В клубе активное долголетие. Жительница Одинцова уже второй год. Самая любимая у меня физкультура. Я хожу к Глебу Александровичу на занятия, а скандинавской занимаюсь потихоньку. И вообще стараюсь во всех мероприятиях участвовать по возможности. И в соревнованиях по скандинавской ходьбе в парке Раздолье Валентина Васильевна решила участвовать. Готовилась серьезно, как и другие спортсмены из активного долголетия. Мы пригласили участников клуба долголетия из города Звениград, Старый городок, Голицыно, Одинцова для того, чтобы приняли участие по технике прохождения в этом виде. Также у нас запланировано дружеское чаепитие для всех, награждение самых активных. Перед стартом – обязательная разминка. Первые упражнения на внимательность. Буду показывать неправильно. То, что я говорю, делаем так. Понятно? Готовы? Руки на пояс. Вперед. В сторону. Вверх. Вперед. В сторону. Вниз. Вниз. Спортсмены к старту готовы. Организаторы говорят – скорость не главное. Все внимание на технику. А она у спортсменов из активного долголетия на хорошем уровне. Скандинавская ходьба – их любимое занятие. Это свежий воздух и движение. Идеально для поддержания здоровья и хорошего настроения. Более 300 человек у нас занималось до пандемии. Сейчас мы возрождаем данное направление. И, как вы видите, у нас уже больше 50 участников на первых соревнованиях в этом году. Чаепитие – как награда за участие. Победители первых в Одинцовском округе соревнований по скандинавской ходьбе определят чуть позже. Самым техничным теперь предстоит защитить в честь муниципалитета на региональных состязаниях. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.